Пеу Ресерч, США, 5 фактов про однополые браки Дэвид Маски, Анна Браун, Джослин Кайли Пеу Ресерч Чантер, США 26 июня 2019 года 26 июня 2015 года Верховный суд США принял знаковое решение, предоставив однополым парам конституционное право на вступление в брак. Этим постановлением, которое было принято минимальным большинством голосов, однополые браки были узаконены по всей стране, в том числе в тех 14 штатах, которые прежде не разрешали геям и лесбиянкам сочетаться браком. Данное решение было отчасти основано на толковании судом 14-й поправки к Конституции США. Судьи постановили, что разрешение брака только для гетеросексуальных пар является нарушением гарантии равной защиты по закону, которая изложена в данной поправке. Приближается четвертая годовщина со дня принятия этого решения, и вот пять ключевых фактов об однополых браках. 1. Общество в целом по-прежнему поддерживает однополые браки, но разница в восприятии сохраняется. Доля американцев, поддерживающих однополые браки, в последние десятилетия устойчиво увеличивалась, но в последние несколько лет рост общественной поддержки замедлился. В 2009 году примерно 4 из 10 взрослых американцев, 37%, были за то, чтобы разрешить гомосексуалистам и лесбиянкам заключать брак. В 2017 году число сторонников выросло до 62%, но в последние несколько лет взгляды остаются почти без изменений. В марте 2019 года исследовательский центр Pew провел очередной опрос на эту тему, который показал, что сторонников однополых браков среди американцев 61%, 6 из 10 человек. 2. Уровень поддержки однополых браков в США увеличился почти во всех демографических группах, однако есть существенные демографические и религиозные расхождения. Например, сегодня 79% нерелигиозных американцев выступают за однополые браки. Их также поддерживает 66% белых протестантов основного направления и 61% католиков. А вот среди белых евангельских крестьян сторонников однополых браков всего 29%. Тем не менее, этот показатель вырос почти в два раза по сравнению с 2009 годом, 15%. За последние 15 лет уровень поддержки однополых браков устойчиво растет по всем возрастным категориям, но между ними сохраняются существенные различия. Например, 45% представителей молчаливого поколения – это те, кто родился в 1928-1945 годах, выступает за предоставление геям и лесбиянкам права на заключение брака. А вот среди миллениалов, родившихся с 1981 по 1996 годы, сторонников однополых браков уже 74%. Есть также существенная разница по политическим пристрастиям. Республиканцы склоняющиеся к ним независимо и гораздо меньше поддерживают однополые браки, чем демократы и сочувствующие им – 44% против 75%. 3. Количество однополых браков увеличивается. Проведенные в 2017 году институтом ГЛАП опросы показали, что в браке с однополым партнером состоит один из 10 американских представителей ЛГБТ-сообщества – 10,2%. До решения Верховного суда таких людей было 7,9%. Получается, что большинство однополых пар – 61%, по состоянию на 2017 год состояли в браке. До принятия решения таких пар было 38%. 4. Зачем вступать в брак? Подобно обществу в целом, американцы, относящие себя к ЛГБТ, лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, очень важной причиной для вступления в брак чаще всего называют любовь. В ходе опроса исследовательского центра Pew от 2013 года выяснилось, что 84% ЛГБТ и 88% людей в целом назвали любовь очень важной причиной для заключения брака. Как минимум 7 из 10 человек в обеих группах назвали в качестве такой причины дружеское общение – 71 и 76% соответственно. Но были и некоторые различия, например, американцы из числа ЛГБТ в два раза чаще называли очень важной причиной для вступления в брак законные права и льготы – 46% против 23% людей в целом. В то же время, люди в целом почти в два раза чаще американских ЛГБТ называли очень важной причиной брака рождения детей – 49% против 28%. 5. США относятся группе из 29 стран юрисдикций, которая позволяет гомосексуальным парам вступать в брак. Первой страной, узаконившей однополые браки, были Нидерланды, сделавшие это в 2000 году. С тех пор однополые браки легализовали еще несколько европейских государств, включая Англию и Уэльс, Францию, Ирландию, все скандинавские страны, Испанию, а совсем недавно Австрию, Германию и Мальту. За пределами Европы однополые браки узаконены сегодня в Аргентине, Австралии, Бразилии, Канаде, Колумбии, Эквадоре, Новой Зеландии, Южной Африке и Уругвайе, а также в некоторых районах Мексики. В мае 2019 года остров Тайвань стал первой азиатской территорией, разрешившей геям и лесбиянкам вступать в брак по закону. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.